Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объёме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребёнка. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребёнка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учётом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребёнка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться. При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребёнок, есть уже ребёнок в семье, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом увеличенном размере. А это, как я уже сказал, 616 617 рублей. Добавлю, мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребёнка государство гасит за семью 450 тысяч рублей её ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома.